В эфире телекомпания «Город» и программа «7 минут в гостях». У меня сегодня фитнес-тренер Светлана Кондрашова. Света, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот уже на носу новогодние праздники. И давайте поговорим с вами на тему того, как в эти праздники не поправиться, ну и, конечно же, не повредить своему собственному здоровью. Банальный хороший вопрос. Ну, мы все ждем Нового года, ждем как дети, стараемся, делимся новыми рецептами, салатами, все бегаем, закупаем. В итоге ходим по гостям, плюс 5 килограмм, как моя практика показывает, за праздники, за 10 дней. Да, это все-таки не один, не два дня. Поэтому у меня есть несколько советов, которые помогут оставаться стройными, здоровыми, красивыми. И за эти новогодние праздники даже отдохнуть. Ну, первый совет – это настроиться. Самое главное – это мотивация. Если вы действительно занимаетесь спортом, ходите в спортзал, занимаетесь своим здоровьем, любите себя, ну, мне кажется, вам вряд ли захочется набрать 3-4 килограмма. Вот, и первый совет – вы настроились. И если вы хозяйка стола, то, естественно, то вы можете свое меню как бы уже заранее, да, обдумать. Сейчас куча много-много новых рецептов заправки салата, не майонез уходит, например, там лимон, там какой-то бальзамический уксус, горчицы французской. И, поверьте, очень вкусные салаты получаются. У меня сын работает поваром, и я была удивлена, насколько вкусные и некалорийные салаты с морепродуктами. Дальше можно заменить мясо рыбой запеченной, то есть убрать колбасы, больше, как бы, сухофруктов. Свежевыжатые соки – это заменить газированные напитки, это заменить свежевыжатыми соками. Ну, в принципе, и принцип одной тарелки, то есть то, что не вместилось, то больше есть нежелательно, конечно. Ну, вот опять же, если хозяйка стола, да, я думаю, кстати, если вот этими советами воспользоваться и приготовить все правильно и там практически диетически, да, если вот именно сама вот я этого хочу, ну, большинство гостей, наверное, особо и не заметит, да, что там нет много майонеза, нет много колбасы и останутся довольны. Ну, я знаете, думаю, все равно приходит мужчина, которым неинтересна, да, ваша будет идея, естественно, вы сделаете какие-то традиционные салаты. То есть мужчинам отдельно. Вот, ну, зачем отдельно, то есть никто не должен заметить, но у нас должен быть выбор, естественно, то есть, пожалуйста. Ну, опять же, вот Новый год, да, все к нему готовятся, ждут его. Опять же, вот многие хозяйки, да, ждут гостей дома, все это готовят, все это нарезают, сами при этом не едят. То есть ждут того самого момента, да, когда стукнет 12 часов на часах, и тогда все начинают все это быстро в темпе поглощать, запивать. Вот, наверное, так тоже делать не нужно, да. То есть, наверное, ни в коем случае нельзя голодать целый день. Да, я расскажу немножечко. То есть, естественно, не должны ждать, а потом накидаться на пищу, да, и поглощать, и все-все-все пробовать. Естественно, с утра я советую выпить чай с имбирем и лимоном. Это очень хороший напиток такой, я прямо называю волшебный. То есть он улучшает обменные процессы, дает, тонизирует. Вот, и в течение дня нужно такую есть легкую пищу. Ну, а перед тем, как начать праздновать, я советую даже съесть две шоколадные конфетки. То есть сахар в крови, этот глюкоза, как бы наши немножечко страсти наши поугаснут из-за этого, и мы не будем, как бы, кидаться на пищу. И насчет алкоголя я хотела сказать, Наталья. Насчет алкоголя, да, это очень-очень важный интерес. Многие говорят, что мы там ля-ля-ля, ля-ля-ля, самое главное, да. Вот, ну, естественно, все мы будем выпивать, кто-то больше, кто-то меньше. Я советую заменить алкоголь, ну, то есть не советую заменить алкоголь. Лимонадом. Вот, лимонадом, да, то есть предпочтение отдать сухим вином. То есть очень хорошо разбавлять минеральной водой, и получается очень вкусный напиток, и вы, как бы, будете постоянно себя контролировать, сможете. И он считается совсем не калорийным по сравнению с таким крепким алкоголем. Ну, вообще считается, что вот спиртные напитки, они, как бы, в первую очередь способствуют набиранию килограммов. Ну, про здоровье я вообще молчу. Да, такой у нас удар по печенке, конечно, грандиозно идет. Ну, вот, я говорю, сухие вины, хорошие сухие вины, красные, белые, это кто как желает. То есть пока останавливаемся на том, что не заправляем ничего на майонез, не заправляем ничего майонезом. Колбаса. А суп прячем, пьем только сухое. Вино желательно разбавленные минералы. Да, овощи, фрукты и больше-больше зелени. Старайтесь прям вот, зелень, чтобы была в каждом салате. А, ну, еще, наверное, все-таки вот сидение на диване перед телевизором. В течение всех новогодних праздников тоже повредит явно и здоровью, да, и фигуре. Ну, как я вначале сказала, то, что самое главное – это мотивация. То есть это не только… Вот вспомните своих детей и вообще вспомните себя из детства. То есть нам не главная была цель – покушать, да, там, сидеть за столом. То есть мы старались общаться, играть, куда-то бегать с друзьями, заниматься чем-то. Ну, то же самое вы должны в новогодние праздники провести как можно ярче, больше событий. Ходите с друзьями на природу, на коньки, на лыжи, танцуйте. Если чувствуете, что вам хочется еще что-то съесть, идите и пускайтесь в пляс, понимаете. Это заменит вам аэробную нагрузку. И поверьте, вы можете даже похудеть за новогодние праздники. Да, да, есть такой у нас опыт, да. Ну, вот, кстати, наверное, еще непосредственно перед Новым годом многие любят сесть вот там дня на два на какую-нибудь жесткую диету. Вот у меня лично есть такие знакомые, да. Вот они два дня вообще ничего не едят, потом вылезают в желанное платье, но, естественно, все это возвращается буквально на следующий день. Ну, я не советую прям сидеть на строгой диете перед праздниками, но устроить себе генеральную чистку, такой организм, то есть для того, чтобы как бы облегчить свой организм, подготовить, да, как бы стимульнуть его. То есть это баня, это какие-то немножечко разгрузочные дни не повредят. Вот это и то же самое я хочу сказать, что после праздников. Но я скажу позже, потому что я, в принципе, еще самое главное не добавила, что есть такие несколько секретиков, которые я могу вам сегодня открыть. Секретики мы любим, да. То есть, в принципе, это все знают, что есть, что не есть. Если не секрет, вы знаете, если человек не высыпается, он начинает поправляться. То есть у нас есть 10 дней, когда вы можете выспаться. Это раз. Во-вторых, нужно обязательно больше быть на природе. То есть кислород является как раз сжигателем жира, улучшает обменные процессы. И вот человек, который высыпается и много бывает на природе, он как бы это все способствует похудению. То есть я советую больше времени находиться на природе и высыпаться. И тогда, поверьте, все будет хорошо. Вы не просто отдохнете, вы еще наполнитесь энергией, здоровьем и силами перед... То есть свежий воздух. ...работой, да. И сон. Да, и обязательно танцы. Танцы, танцы. Ну, конечно же, хорошее настроение. Да, самый главный позитив. Света, вот еще такой вопрос. Вот возьмем людей, которые занимаются спортом. Ну, в принципе, они занимаются всегда, да, фитнесом, например. Вот. А тут новогодние праздники, люди расслабились, ну, могут себе позволить отдохнуть. Но вот не хочется им ходить в тренажерный зал. Да, но тут новогодние праздники заканчиваются. И получается такая ситуация, что люди приходят, ну, и, грубо говоря, убиваются в этом зале. Ну, я... Опять же, это урон нашему здоровью. Ну, конечно, нужно начинать все... Первый принцип, это я всегда говорю, постепенно и постоянство. Как бы формула двух П, да. Поэтому я советую начинать с небольших нагрузок. И, естественно, так, ну, после праздников хорошо проделать то же самое, то, что вы делали до праздников. Генеральную уборку. То есть это баня, это аэробные нагрузки. Может быть, начнем с дыхательных нагрузок. То есть типа пилата, с йоги, что-то такое. Ну, это смотря к человеку, к какому вы типу относитесь. Если люди, бывает, быстро разгоняются, но медленно тормозят, да, то есть им тяжело, конечно, все это начинать. А бывает, быстро разгоняются и быстро тормозят. Тогда вперед, мы на третий день, с третьего числа можно уже в спортзал и как бы потихонечку, так не для вреда здоровью, начать уже заниматься спортом. Ну, потому что спортзалы все открыты. Главное, наверное, спортзалы сильно не сочетать с продолжением празднования, да? Ну, естественно. Но это, говорю, опять же, это настрой должен быть. То есть что вы хотите добиться? Да, отдохнуть или очумевшим бегать по гостям, да, пить вино, извините. Здесь уже, мне кажется, сейчас грамотный народ, мы начинаем себя любить, заниматься собой. Как бы подойти к себе... Подобиться о своем здоровье. С любовью, да, с любовью к себе подойти. Тогда все будет в порядке. Ну что ж, будем подходить к себе с любовью, да? Будем с удовольствием отмечать новогодние праздники. Ну и тогда все у нас обязательно будет хорошо. Да. Всем самое главное – добра, добра и добра. И побольше добрых дел. Тогда все получится. Спасибо, Светлана, вам огромное. Нашим телезрителям напомню, что в эфире программа «Семь минута». В гостях у нас сегодня была Светлана Кондрашова, фитнес-тренер. Светлана Кондрашова, фитнес-тренер.